Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео будет о ароматах по знакам зодиака. Это у меня уже был давнишний запрос, наверное, где-то месяц, и я к нему, честно говоря, готовилась, потому что для меня знаки зодиака — это немножко тёмный лес. Я не читаю гороскопы, я знаю, кто я по знаку зодиака, я знаю, кто мой муж, кто моя семья, но, тем не менее, я этим не увлекаюсь. И поэтому такой запрос, он очень интересный, но требовалась подготовка. Я здесь записала краткое содержание предыдущих серий, нет, краткая характеристика каждого знака, и буду вам рассказывать и подбирать какие-то ароматы по ходу действия. Повторюсь, это вот, знаете, это моё мнение, прошу вас, не обижайтесь, не воспринимайте это слишком серьёзно. Но это вообще не серьёзно. Я не профессионал, я не астролог, поэтому это вот чисто моё какое-то мироощущение от того или иного знака зодиака, от той или иной личности. Это мой личный опыт. Какие-то знаки зодиака я знаю очень хорошо, какие-то не очень, но постараюсь вам рассказать всё, как вот есть. Итак, у нас 12 знаков зодиака и 4 стихии. 12 месяцев в году, в каждом месяце свой знак. Итак, первая стихия — это огонь. И здесь у нас три огненных знака, один из них мой. Огненная стихия, ну, для меня она родная. Для меня вот эти вот три знака, мне про них будет, наверное, самое простое рассказать, самое такое вот, потому что я с ними близко знакома. Первый огненный знак — это овен. Я по гороскопу овен, поэтому, ну, наверное, да, мне будет легко рассказать. Овны решительные, целеустремлённые, очень импульсивные, очень страстные. Любят, быстро загораются, но также быстро остывают. Любят начать сразу много дел, много-много-много чего-то делать, 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 бурлит. У них работа, потом — и всё. Проходит какая-то вот эта вот страсть, страсть бывает одну минуту, страсть бывает час, страсть бывает год. Но если это проходит, всё, овен остывает, овен переходит к чему-то другому. Женщины овны любят быть в центре внимания, женщины овны любят привлекать внимание. Ну, они такие, они артистки, они вот как-то, ну, им нравится играть, знаете. Жизнь, игра почему бы нет. У них, ну, овнов, очень мощная энергетика, они, ну, огонь им, это свет, понимаете, это свет, это солнце. Это их солнце, ну, вот я могу сказать по себе, солнце меня питает. Я питаюсь от солнечной энергии, я люблю солнце, я люблю смотреть на огонь, я люблю вот всё вот такое вот именно яркое, горячее. Вот это моя стихия, поэтому, да, огонь – это наше всё. Я также выписала людей, которые родились под знаком овна. И, ну, не знаю, мне кажется, будет интересно, кто родился под знаком овна. Марлон Брандо, Алла Пугачёва, я вот, ну, я решила её выписать, почему нет. И Симона Синьоре, очень такая интересная французская актриса. Слушайте, ну, Марлон Брандо, я бы даже вот так бы сказала, что, да, он овен. Потому что я иногда смотрю на людей, и я могу отличить овна, ну, вот где-то вот в компании. Ну, я в основном угадываю, я угадываю. Овен, он будет стоять, он будет там что-то говорить, вокруг него будут девочки, вокруг него будут мальчики, ну, будь то мальчик или девочка. В общем, как-то вот овны умеют завладеть аудиторией, когда они хотят. Если они не хотят, это будет вечер испорчен и для овна, и для всех окружающих. Вот так. И давайте ароматы. Ароматы овна, я, наверное, буду говорить о себе. Яркие, цветочные. Для меня это, конечно, тубероза, жасмин, лилии, вот такие вот бело-цветочные, очень шлейфовые, очень такие насыщенные, на грани индольности ароматы. Вот для меня это вот аромат овна. Первое, что, конечно же, я вам покажу, это наркотик Винас от Носомата, вот прям образец такого вот бело-цветочного вихря для овна. Ну, для меня. Иланг, Иланг, 49 от Лилаба, естественно. И вот что-то такое, если мы говорим, ну, более там, простое, более носибельное, это, конечно же, Жадор. Вот Жадор, он прям вот на каждый день, он классный. Он вас дополняет, он вас прям держит в тонусе. Мне нравится. С овнами все. Хорошо, следующий знак зодиака огненной стихии – это лев. Лев – самый верный, самый надежный, самый-самый союзник овна. Я не знаю, потому что у меня, во-первых, муж лев, у меня есть много друзей львов. Со львами мне комфортно. Мне комфортно, мы друг друга как-то вот дополняем. Хороший союз такой, скажем так. Ну что, львы у нас царь зверей, лев – царь зверей, львица, царица, любят комплименты. Они любят сидеть на троне, в кавычках, и вот, чтобы им там вот говорили, какой-то прекрасный, какой-то талантливый. Это их вот просто, ну, если вы умеете говорить комплименты льву, то лев будет ваш просто вот лежать у ваших ног, скажем так. Лев будет вашим другом. А иметь друга льва или подругу льва – это просто, это бесценно. Они умеют дружить, они умеют любить. Они красивые, яркие личности, очень энергичные, очень целеустремленные, успешные зачастую. Ну, статусные, как вот львы. Одно уже название говорит за себя – лев. И кто родился у нас под знаком льва, я прямо выписала. Это Шанель, Габриэль Шанель, Джеки Кеннеди, Онасис и Мадонна. Ну, посмотрите, посмотрите, какая компания. Шанель, ну, что я могу сказать? Шанель, сколько уже лет, ее нет, она умерла. Но ее имя, оно повсюду, оно как бы знак вообще, это статус, это мода, это стиль. Ну, это все, вот этот вот значок Шанель. Его знают, мне кажется, уже все, и дети, и взрослые, и все-все-все-все-все-все. Это такой вот прям пьедестал, такой вот стиля. Ну, для кого-то нет, для кого-то, да. Вот Шанель, Мадонна тоже. Ну, и Джеки Кеннеди, Онасис, для меня она, ну, реально львица. Она львица, с каким достоинством она все вот это переносила. Очень сложная такая, у нее тяжелая была жизнь. Ну, вот красивая, яркая женщина, сильная. Сильные львы, очень сильные личности, очень. И львам. Вот львам, знаете, у меня тянется к розе. У меня тянется рука сразу к розам. Мне кажется, львам подошла бы этот царский, этот цветок, красивая роза. Такая вот, знаете, бархатистая, маслянистая, вот прям вот розища. Жюльет Хазаган, Lady Vengeance. Вот здесь такая хищная, с коготками, роза, очень красивая. Также у Армани в их линейке есть роза Арабия, арабская роза, по-моему, вот так такая. Она прям шикарная, густая, такая специевая, обалденная роза. К портрету Фледи я уже не буду показывать. Естественно, не устану повторять. Вообще, шикарный аромат. И львам, он вот просто вот как по маслу. И мне кажется, роза и что-то такое теплое, даже горячее, амбровое. Ну и из амбровых ароматов, естественно, это Грансуа от Maison Francis Kerkedjan. Это вот львиный такой аромат. Класс. С львами всё. Следующий огненный знак – это Стрелец. Стрельцы у меня подруга лучшая, Стрелец. Мы уже давно не виделись, но мы дружим, знаете, с трёх лет. И это чудесный человек. Это человек вот просто моё солнышко. Светочка, если смотришь, я тебя люблю. Стрельцы прекрасны. Они очень жизнелюбивые. Они очень оптимистичны. Они очень... У них есть большая жажда узнавать что-то новое. Они много читают. Ну, вообще, вот просто вот они любят исследовать, изучать, читать. Они очень лёгкие на подъём. То есть они любят путешествовать. Они могут спокойно там менять место жительства. Их вот просто... Они не впадают от этого ни в стресс, ни в какое-то выныние. Им это легко, прикольно и нравится. В общем, такие вот путешественники. Если это девушка, то она такая яркая. Ну, у меня сразу такой цыганский табор. Пышные юбки, шляпы. Ну, что-то такое. Это вот стрельцы. Стрельцы вот такие вот. Они солнечные, позитивные. И постоянно в движении. Постоянно в движении. И аромат, как мне кажется, для стрельцов, вот если вот вы, да, путешественник, это вот просто... Для меня это аромат на колёсах. Дрис Ван Ноттен для Фредерик Маль. Это вот реально вот девушка, которая путешествует, которая постоянно на чемоданах, рейсы, перелёты, что-то такое. И вот этот вот её аромат. Я вот вижу её так. Будь то она в каких-то красивых, я не знаю, пышных платьях длинных, таких в боху стиле, да, с каким-то маленьким чемоданчиком. Или даже в каких-то джинсах потрёпанных. Ну вот что-то такое в этом. Есть такой потрёпанный шик. Ну, красивый. Вот аромат для стрельцов. Обратите стрельцы внимание. Также, мне кажется, аромат для стрельцов, ну, для путешественников, для исследователей. Это бланш Байреда. От Байреда. Он ненавязчивый. Он вас не будет раздражать. И он вот как бы, ну, не будет вас отвлекать от чего-то такого интересного, чем вы сейчас заняты. Следующая группа знаков – это у нас воздух. Стихия воздуха. И начнём мы с близнецов. Ой, я забыла сказать, кто в стрельцах, кто родился под знаком стрельцов. Это Тина Тёрнер, Ким Бессенджер и Эдит Пьяв. Ну, вот, не знаю, я ничего не могу сказать про Тину Тёрнер, про Ким Бессенджер и Эдит Пьяв, но вот Тина Тёрнер, я вижу, вот она вот такая вот вся бурлящая. Вот такой образцовый стрелец. Не знаю. Не судите строго об моём мнении. Моё мнение. Близнецы. Близнецы – воздух. Первый знак. Близнецы очень творческие. Творческие личности. Очень такие неординарные. Они, если в компании они начинают что-то говорить, это всё. Это вот вокруг близнеца. Все его слушают. Артистик. Как артистик? Артистичный. Артистичный, стильный, яркий, очень такая интересная личность. Но за счёт этого у них бывают резкие смены настроения. Ну, как бы вот близнецы, вот сразу вы можете, да, что-то такое прочувствовать. То есть от какого-то такого он сегодня ваш там или она ваш самый-самый лучший друг вообще до гроба, вы там пьёте на мурдершахт, всё, а завтра вас уже всё забыли, и он там уже переехал и куда-то вообще в другом месте, и новая вечеринка, новые какие-то отношения. Вот у близнецов это есть. Смена резкая, причём смена настроений, смена интересов, смена, 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 смена всего. Но очень артистичный, очень интересный знак. И кто родился у нас под знаком близнеца? Вот интересно, кстати, это Наоми Кэмпбелл, Николь Кидман и Мерлин Монро. Кстати, я Мерлин Монро всегда думала, что она или рыбы, или весы, вот такое вот что-то такое в ней виделось. Но вот оказывается она вот такой близнец. Но есть в ней такое что-то вот непостоянство, непостоянство. Ну, я тоже, я читала про неё много, я смотрела её фильмы. Человек такой, пять минут она вообще уверенная в себе и грандиозная играет, и всё. А потом там через пять минут всё у неё, всё на нет сходит, и она замыкается в себе и так далее. Ну, вот так, вот так. Ладно. А, и какой у нас аромат для близнецов? Я так много говорю, говорю и забыла. Близнецы, мне кажется, вот они, вот совсем с этим их скачками, с этими страстями, мне кажется, им нужно что-то такое, ну, не то что простое. Вот, носибельное, более носибельное, и, ну, как бы вот я бы вот вам сказала, это Ананда. Ананда от Миколев, для меня она, вот, её очень легко носить, но тем не менее аромат очень округлый, аромат очень приятный. И аромат какой-то, ну, действительно для такой интересной девушки, для личности. Ну, хороший, хороший аромат, если вы не пробовали Ананду, попробуйте, правда, обязательно попробуйте. Она вот, что-то есть в ней такое. Что ещё бы могло уравновешивать, как бы, близнецов, это ванильный аромат. И ваниль, она вообще такая интересная штука. Энбуа ванил, например, или совершенно другая ваниль. Теребюглер аура. Это такая вот, ну, тут такой космос, но, несмотря на это, аромат очень даже носибельный, чуть ли не домашний. Положила. Всё, близнецы закончились. Следующий знак – это весы. Весы – очень интересный для меня знак, всегда так меня он интриговал. И вот у меня есть и подружки, и я почитала. Интересные, интересные люди весы. Весы – уравновешенный, гармоничный знак, такой вдумчивый. Но, несмотря на это, то есть они, если какая-то есть ситуация, когда нужно срочно принять решение, то весы это сделать, ну, как правило, не могут, не в состоянии, не перекладывают это решение на кого-то другого или просто отходят и там пережидают где-то, когда всё уже разрулится, когда всё уже будет на своих местах опять. Ну, вот так. Но вот в плане гармонии, в плане, вот если девушка весы, это, конечно, она такая прям очень классная. Очень классная, начитанная, такая, ну, с ней приятно общаться. Очень приятно общаться, в общении весы приятные люди. Мужчину весов я не знаю, честно говоря. И кто родился под знаком весы, я нашла только почему-то Марию Цветаеву, ну, Марину Цветаеву и всё. Как бы там были ещё много-много личностей, ну, такие, знаете, политики. Я не думаю, что вот в этом обзоре это нужно их поднимать. Цветаева, ну, что, уравновешенная, грациозная. Женщина-лебедь, бесподобные стихи до сих пор вот до мурашек. И давайте ароматы для весов. Знаете, мне кажется, я не хочу никого там что-то это обидеть или там как-то... Если вы весы и вам не нравится этот аромат, который я вам покажу, не обижайтесь. Митсук. Вот, мне кажется, это что-то такое романтичное, трогательное, такое подстать веса. Я опять говорю по своему опыту, вот те подруги, которые у меня есть, весы, вот им бы понравилось. Или что-то вот из серии Мон Парфам от Миколев. Тоже не очень яркий, но в то же время золотой, золотой аромат. Аромат золота. Итак, следующий знак из стихии «Воздух» — это у нас водолей. Водолей очень крутой знак, он интересный. Девочки-водолеи, они, как правило, очень стильные, они следят за модой, они вот прям следят за собой. Причем это с детства. Вот у меня есть подруга, я, правда, за ней наблюдала. Вот она с детства, она все время что-то там себе делала, как-то так причесала, экспериментировала. Ну, в общем, они любят ухаживать, любят себя, любят ухаживать за собой, как-то наряжаться, делать прически, краситься. Уже с малых лет, вот девочки-водолеи такие на острие моды, скажем так, интересуются. Вообще, водолеи очень интересные личности. У них, они очень образованные, начитанные, интеллектуальные, интеллектуально. Это я могу сказать тоже по своим знакомым. У меня папа водолей. И они бывают такие немножко с чудинкой. С ними интересно общаться. То есть, они вот прям вот притягивают водолеи. Такие люди, которые притягивают своей необычной харизмой. У них очень необычная такая харизма. И кто у нас родился под знаком водолея? Ну, вот смотрите, это Ванга и Йоко Оно. Вот две таких вот очень, я считаю, неординарных женщины. И аромат для водолея, не знаю, Ревгош. Вот почему-то у меня рука сразу потянулась к этому аромату. Он странный, он интересный. И вот тут он, мне кажется, будет привлекать внимание. И как-то вот в стиле водолея идти с ним под руку. Или что-то такое, наоборот, из серии Ком де Герсон. Вообще, марка Ком де Герсон для водолеев. Я бы, вот как-то я их вижу. Может быть, это звучит странно, но вот я сейчас вот говорю, и вот мне кажется, что это так. Загорск, Дот, любой вообще аромат. Конкрет. Вот он такой, он и модный, он и интеллектуальный достаточно, и привлечет внимание. Вот так. Следующая стихия – это вода. И в воде у нас здесь три знака – рак, скорпион и рыбы. Первый знак – рак. Рак у меня была бабушка, и подруга у меня есть рак, и еще одна подруга. В общем, раки, они очень семейные. Для них нужна, важна очень семья. Они любят стабильность, они не любят каких-то перемен таких очень ярких, очень серьезных, там, переезды, смены, там, работ, еще что-то. Им от них как бы не очень комфортно. Иногда они бывают довольно замкнуты, часто держат все себе, копят, 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 копят. Это не очень хорошо. Я говорю по собственному, по собственному опыту. С раками, с которыми мне приходилось общаться, они вот, да, именно такие. Вот и все в себе, так, когда все такая, как струна, уверенная, все хорошо. Но на самом деле там внутри, о-о-о, внутри все там. Лучше, конечно, рассказывать и общаться. Вот раки такие. Кто у нас под знаком рака родился? Принцесса Диана, Джорджо Армани, и вот я написала еще певица Алсу. Ну, принцесса Диана, да, вот, мне кажется, она вот как раз из тех, кто держала в себе очень многое. Невероятно красивое, мудрое лицо. Такая вот судьба. Красивая, красивая, яркая личность. Люблю ее, люблю очень. И аромат для раков. Какой же у нас аромат для раков? Не знаю, мне кажется, вот он, где он. Что-то нежное, что-то цветочное. И, например, Гардения. Гардения от Шанель. Для меня это вот аромат очень тонкий, очень такой, он дорогой. Как бы не в плане денег, он хорошо, дорого звучит. Сидит достаточно близко к коже. То есть он не будет вот выбиваться вот куда-то так, как яркие вот эти вот ароматы огненные, да. Этот он более такой вот, да, действительно водный. Я не буду говорить сейчас, что водные ароматы, водные стихии, акватические ароматы. Я не думаю, что это вот так вот работает. Просто вот на моих эмоциях я вам говорю. Также, мне кажется, для рака подойдет вот что-то из стиля Лези Санты Монин от Мезон Марджелла. Это вот очень носибельные ароматы. Они все так или иначе сидят близко к коже. Потому что, мне кажется, рак, он, так как он держит все в себе, он не будет вот эти вот ароматы вот так выплескивать, знаете, на окружающих и носить что-то такое очень-очень яркое, вызывающее. Мой опыт, мои друзья. Вот это они такие. Скорпион. Скорпион самый, наверное, страшный знак зодиака. И все слови «Скорпион», «Она Скорпион», «Она Скорпион» и все сразу такие «Оооо, какой кошмар». На самом деле, я люблю Скорпионов. Скорпионы крутые, смелые, яркие, стервозные, гневные, но в то же время невероятно добрые, импульсивные. Ну, Скорпионы интересный, очень знак, очень такой артистичный тоже. Гнев, да, гнев присутствует иногда. Ну, слушайте, кто не гневается, кто у нас? Бывает всякое. И что у нас? Кто у нас родился под знаком Скорпиона? Деми Мур, Майя Плесецкая и Павла Пикассо. Ну, Деми Мур вообще типичный, по-моему, Скорпион, особенно вот сейчас она уже как выглядит, вот очень такая, прям Скорпион, Скорпиониха. А Плесецкая, ну, бесподобная, бесподобная, рисковая, интеллектуальная, бесподобная женщина. И Павла Пикассо, ну, посмотрите его картины, там все, там и страсть, там и добро, там и гнев, там и страх, там, там все, все, все. Энергия просто бьет ключом. И ароматы для Скорпионов. Мне кажется, все Скорпионы любили бы Тома Форда. Тома Форда, ну, вот я взяла Арабиан Вуд, ваниль, как она называется-то, господи, табако-ванил, очень скорпионистый аромат. Какие-то вот Арабиан Вуд или Амбра Абсолют, вот такие вот тяжелые, насыщенные ароматы. Мне кажется, да, это вот Скорпионы, это вот прям их, их, их парфюмерный дом. Может, может быть, я вот угадала кого-то из вас. Так, и следующий знак водной стихии – это рыбы. Я не специально переоделась, чтобы говорить об этом знаке. Я дозаписываю этот маленький кусочек, потому что вчера я так увлеченно рассказывала про знаки зодиака, что вот в таких эмоциях пропустила рыбок. И вот сегодня я их дозапишу, вставлю в свое видео и уже выложу на YouTube. Итак, рыбы. Водная стихия. Третий знак – рыбки. У меня есть несколько подруг рыб. Они все-таки очень уравновешенные, приятные в общении, изысканные, утонченные девушки. И действительно интересуются парфюмерией. Ну, вот как бы мои девочки-рыбы интересуются. Даже разбираются и, ну, вообще, такие парфюмерно-подкованные. А рыбы, несмотря на свое внешнее спокойствие, внутри у них постоянно кипят бури, море эмоций. Но они никогда не покажут тебе этого. Не все. Я не объединяю прям всех рыб, вот прям под одну гребенку. У всех по-разному. Это все тонкости, нюансы. И, конечно же, это, знаете, как дерево. Миллион ответвлений. Все вот в таком видео, в коротком. У меня не объять все нюансы характера того или иного знака зодиака. А вот рыбы такие. Рыбы с бурей внутри и спокойные снаружи. Ну, вот каких я видела. Каких я актрис выписала про рыбу, которые родились под знаком рыбы. Джульет Бинош и Шерон Стоун. Такие совершенно две противоположные образа. Оба мне очень нравятся. И Джульет Бинош мне нравится, и Шерон мне нравится. Я, конечно, их не знаю лично. Но по фильмам они, конечно, прекрасные-прекрасные женщины. Изысканные, такие харизматичные. Очень красивые. Итак, рыбы. Чтобы я, ну, как бы, показала бы для рыб. Первое, что я вот прям сразу, знаете, подумала о чем, это морская ваниль от Миколев Марин. Миколев Марин. Это у них была ванильная серия. И вот это вот ваниль именно с солью, с морским бризом, с каким-то, знаете, вот... Ну, вот реально морской воздух в этом аромате чувствуется. Я живу рядом с океаном. Ну, не рядом с океаном, вообще. Можно сесть в машину, доехать до океана. И вот этот воздух, он там витает. Он витает, и то, что как они сюда вплели вот эту ваниль, это, конечно, удивительно. Удивительный аромат. Всем ценителям и любителям ванили я бы, конечно, бы рекомендовала его. А также почему-то у меня протянулась рука вот к этому аромату. Это аромат Arpege от Lanvan. Не знаю, почему. Здесь, знаете, он такой на грани индольности, мыльности. Цветочный букет с красивым жасмином. Не знаю, почему. Вот он как бы, он как кокон вас окутывает, если он вам понравится, если он вам подойдет. Просто я знаю подруг, рыб, которым вот прям этот аромат очень подошел, поэтому я вам его показываю сейчас. И еще один аромат. Конечно, мне кажется, Шанель. Шанель это вообще рыбы. И Шанель Премьер. Есть в нем какая-то легкость, немножечко такая умиротворенность, но в то же время безумство. Вот он такой на грани. Он вроде как и повседневный, хоть куда его можно одевать, но в то же время он цепляющий. Вот, мне кажется, по характеру может вполне подойти. Ну, вообще вариантов много. Вообще вариантов много. И если это углубляться в эти темы, у меня фантазия, конечно, безграничная. Я могу и этот аромат сейчас с рыбом, и другой, третий, пятый, десятый. Ну, вот на этом все. И переходим к следующему знаку зодиака. Краз. Так, закончились со стихией водной. И теперь переходим к стихии земля. Последние стихии. Три знака. Это телец, дева и козерог. Начну с тельца. Телец, он, вот у меня кто есть из подруг, он очень следует, следит за модой. Следит за модой в курсе всех вообще модных событий, тенденций. Там, не знаю, бренды, шмендры, все-все-все вот это. Он все знает. У него все там или записано, или сфотографировано. Он тебе покажет, это вот все вот телец. Телец на острие вот модных всех тенденций. Будь то одежда, будь то ароматы, будь то дизайн интерьера. Все это вот. Тельцы, они такие, они очень модные, очень стильные. Также он трудолюбивый, очень-очень трудолюбивые тельцы. Иногда бывают, знаете, как это сказать-то, они стремятся... А, консервативные. Они стремятся к стабильности и бывают консервативные. Вот мужчины-стрельцы, они, как правило, такие консерваторы. Ну, то, что вот мой опыт, консервативные, семьянины, очень вот так вот у них все вот расписано, все по полочкам, все-все-все-все вот по плану, скажем так, по плану. Любят комфорт, любят моду, вот как я сказала. И кто же у нас родился под знаком тельца? Это Жан-Поль Готье, Линда Евангелиста, Шер и Барбар Стрейзанд. Ну, Готье, если мы говорим о моде, это вообще король, король, икона, вообще провокатор. Тоже столько лет уже в модной индустрии, и до сих пор он не перестает удивлять своим творчеством. Постоянно что-то вот рождает какие-то, ну, невероятные, невероятные дизайны. Я Готье обожаю вообще во всех проявлениях. То же самое могу сказать о Шер, бесподобная женщина искусства. И актриса шикарная, и певица, и просто потрясающая женщина. Линда Евангелиста, человек-хамелеон, человек, вот просто лицо моды, там, какого, 90-х, да, вот эта топ-модель, прекрасная. Ну, и Барбар Стрейзанд, это вообще, это легенда. И ароматы, аромат для тельца. Вот, если мы говорим телец моды, да, это, если это Шанель номер 5, почему нет? Никогда не купят вот в таком флаконе. Только красный, только эксклюзивный. Или какой-нибудь большой, или какой-нибудь маленький. В общем, должно быть какая-то фишка, которая прельстит тельца. Вот, в том или ином плане. Бренд Лилаба. Любой аромат. Сантал 33, вот самый-самый такой у них популярный, да. Лилаба, да, тельцы будут стоять, будут нюхать, будут вот прям любить. Бренд Лилаба, мне так кажется. Вот, вот мое мнение. И следующий знак, следующий аромат, следующий знак, это Дева. Дева для меня такой немножечко темный лес, потому что у меня не было никогда ни знакомых Дев, ничего. Но у меня сейчас сын Дева. Интересный знак, очень необычный. Очень любит все, ну как это сказать там, чтобы было все совершенно. Стремится к совершенству, стремится вот к идеальности во всем. И будь, если он что-то делает, что это должно быть прям все, чеки, вот прям вот везде, везде. Будь то рисунок, будь то там какая-то еда, уборка или еще что-то. Вот, все должно быть по высшему классу, по высшему разряду. Но в то же время быстро от этого устает, бросает все на полпути и вот идет дальше. Очень артистичный знак Дева. У них очень необычный склад ума. То есть у них, как они видят некоторые вещи, это очень интересно. Иногда хочется прям за ними ходить с камерой и вот все вот это вот фиксировать, как они поступают в той или иной ситуации. Всегда как-то очень интересно смотреть за их решениями. И кто же у нас Девы? Девы у нас Софи Лорен, Грета Гарба и, я записала, Ротшильд. Очень часто Девы достигают большого успеха в плане материального достатка. Вот, Ротшильд, да, например. Софи Лорен, ну, слушайте, она вообще звезда, прекрасная, великолепная. Женщина с большой буквы. И Грета Гарба, то же самое. И аромат. Давайте аромат. Сразу у меня тянется рука, если мы говорим про Дев и вот про таких женщин, как Софи Лорен и Грета Гарба. Например, это Шелемар. Но не инициал, а именно классический, именно, может быть, даже винтажный, да, такой густой, насыщенный. Буквально раз-два за ушко и вот куда-то в ложбитку, да. Вот такая какая-то роскошь должна быть. И мне кажется, им бы подошла Амбра, о, не Амбра, простите, Ладан. Из Ладана, ну, для меня очень, я люблю этот Ладан, это агент-провокатор, Ладжент. Здесь такой немножко готический, немножечко мрачный. Ну, готика, да, всё, у нас всё мрачно, всё чёрно. Вот такой Ладан. Мне кажется, должно подойти. И следующий знак, слушайте, уже заключительный, заключительный знак, это козерог. Козероги упрямые, тоже с рогами, у них рожки. У овнов, у тельцов, у козерогов рога. Мы все рогатые, мы все упрямые, мы такие. Козерог упрямый, очень трудолюбивый, очень целеустремлённый, любит командовать, любит быть, как бы, организатором, например, там, какая-то вечеринка или ещё что-то. Козерог вам всё организует, козерог всё распишет, козерог даст всем задания. Он любит сам, когда у него есть план, когда у него есть чёткий план, он чувствует себя комфортно. Если козерог болеет, это всё, значит, это ничего он не делает, он от этого стрессует, он от этого впадает в панику. Ну вот так, у меня опыт с козерогами вот именно такой. Козероги в компании, они душа компании. Они очень вкусно, красиво рассказывают, они обаятельные, они, ну, живые, классные. Классный знак, очень весёлый, энергичный, вот такой. Если это женщина, то это, конечно, вообще море поклонников, вся такая вот она, прекрасная, прекрасная. Кто у нас родился под знаком козерога? Это Марина Ниёлова, Кейт Мосс, Иванесса Паради. Ну вот я вот так написала. Марина Ниёлова для меня, да, типичный козерог, трудолюбивая, целеустремлённая, профессионал своего дела. Сколько лет она вообще, вот, актриса, ну, с большой буквы. Я очень люблю её творчество, то, что она делает сейчас, то, что она делала раньше. Она, конечно, бесподобная, прекрасная женщина. Ну, если мы говорим про Кейт Мосс, конечно, это вообще другая история совсем. Ну, слушайте, девочки, подростка, она превратилась, ну, в такую влиятельную, влиятельного персонажа мира моды. Почему нет? Почему нет? И если мы говорим о женщинах-козерога, их ароматы. Женщины-козероги, мне кажется, любят шипры. Вот, как ни крути, вот мне кажется, вот козерог-шипр, вот у меня такое вот создалось впечатление. Палома Пикассо, какие-то шипры вообще старой школы. Вот козерог обязательно выберет шипр, на мой взгляд. Шипр, или же это что-то такое, Лулу, Кошарель. Или это, например, если это Шанель, то это винтажная Шанель в духах, в красивом этом флакончике. Вот это должно быть именно вот что-то такое с историей. Ну что же, все, больше знаков нет. Я надеюсь, что вам понравилось мое видео. Еще раз повторюсь, не судите строго, я не профессионал. Просто на эмоциях, просто на своем опыте как-то постаралась вам рассказать, раскрыть немножечко эту тему. Все, пишите, пишите комментарии, если вдруг я угадала, мне будет приятно. С вами была Аленка Блок. Всем пока. Чао-чао. Пока.